Слово третье, что я уклонился от чести епископства не для оскорблений желавших почтить меня и не для того, чтобы подвергнуть их стыду. В доказательство этого достаточно сказать и то, что уже сказано. А что я поступил так не по внушению гордости, постараюсь это теперь объяснить тебе по силам моим. Если бы мне предстояло избрание в начальника войска или страны, если бы я отнесся к этому с таким же расположением, то иной справедливо мог бы подозревать во мне гордость. Или никто не стал бы винить меня и в гордости, а все назвали бы безрассудным. Но когда предстояло священство, которое столько выше всякой власти, сколько дух в превосходней плоти, тогда кто осмелится обвинять меня в гордости? И не странно ли отказывающихся от маловажного обвинять в неразумии, а уклоняющихся от превосходнейшего освобождать от обвинений в неразумии, но обвинять в надменности? Это подобно тому, как если бы кто пренебрежительно относящегося к стаду волов и не желающего быть пастухом стал обвинять не в надменности, но в безрассудстве. А того, кто отказывается от владычества над всей вселенной и от начальства не над всемирным войском, назвал бы не безумным, а гордым. Нет, нет, не меня, а скорее самих себя обвиняет говорящая это. Ибо одна мысль о том, что возможно человеку презирать такое достоинство священству, служит доказательством, какое мнение об этом предмете имеют сами высказывающие ее. Если бы они не считали его маловажным в обыкновенном, то и не пришло бы и на ум такое подозрение. Почему никто никогда не осмелился подумать что-нибудь подобное о достоинстве ангелу и сказать, что есть такая душа человеческая, которая по гордости не желала бы достигнуть достоинства ангельского естества. Это потому, что мы имеем высокое понятие о силах небесных. И оно не позволяет нам верить, чтобы человек мог представить себе что-нибудь выше этого достоинства. Таким образом, справедливее было бы обвинять в гордости самих тех, которые меня обвиняют в этом. Они никогда не стали бы подозревать в этом других, если бы наперед сами не признали этого предмета ничтожным. Если же они говорят, что я поступил так из честолюбия, то они окажутся противоречащими и явно сражающимися с самими собою. Ибо я не знаю, какие другие, кроме этих, они придумали бы речи, если бы освободили меня от обвинений в тщеславии. Если бы во мне было это тщеславие, то мне нужно было бы скорее принять избрание, чем бежать. Почему? Потому что оно принесло бы мне великую славу. Находящимся в таком возрасте и недавно отставшим от житейских забот, вдруг оказаться для всех столь дивным, что быть предпочтенным пред людьми, проведшими всю жизнь в таких трудах и получить избирательных голосов больше всех их, это внушило бы всем удивительные и великие мысли о мне и сделало бы меня почтенным и знаменитым. А теперь, кроме немногих, большая часть церкви не знает меня и по имени. Даже не всем будет известно, что я отказался от призвания, а только некоторым, немногим, из которых, я думаю, не все знают об этом точным образом. И, вероятно, многие из них думают, что я или вовсе не был избран, или по избранию был отвергнут, как оказавшийся неспособным, а не сам убежал добровольно. Василий, но знающие истину будут удивляться за то уст. А ты же сказал, что они обвиняют меня в тщеславии и надменности. От кого же ожидать похвалы? От народа? Но он не знает дела в точности. От немногих? Но и у них превратно понято мое дело. Для того ты теперь и пришел сюда, чтобы узнать, чем можно оправдаться пред ними. Но для чего об этом теперь распространять речь? Хотя бы все знали истину, и тогда не следовало бы обвинять меня в гордости или честолюбии. Потерпи немного, ты ясно увидишь это. При этом еще узнаешь и то, что немало угрожает опасность. Не столько тем, которые с таким дерзновением осмеливаются принимать священство, если только есть такие люди, чему я не верю, но и тем, которые подозревают в этом других. Священнослужение совершается на земле, но по чиноположению небесному. И весьма справедливо, потому что ни человек, ни ангел, ни архангел, ни другая какая-либо сотворенная сила, но сам утешитель учредил это чинопоследование. И людей, еще обличенных плотью, садил представителями ангельского служения. Посему священно действующему нужно быть столь чистым, как бы он стоял на самых небесах посреди тамошних сил. Страшные и величественные были принадлежности богослужения и прежде благодати, как то звонки, яблоки, драгоценные камни на наперсники и на рамники, митра, кидар, падир, золотая дощечка, святое святых, Глубокая тишина внутри, исход, глава 28 мая. Но если кто рассмотрит свойства служения благодатного, то найдет, что те страшные и величественные принадлежности незначительны в сравнении с последними. И здесь признает истинным сказанное о законе, ибо то прославленное не оказывается даже отчасти прославленным за превосходящую славу нынешнего. 2 Коринфянам 3.10 Когда ты видишь Господа заклонного и предложенного, священника предстоящего этой жертве и молящегося, и всех окропляемых этой драгоценной кровью, то думаешь ли, что ты еще находишься среди людей, стоишь на земле, а не переносишься ли тот сейчас на небеса, и, отвергнув все плотские помышления души, светлой душой и чистым умом не созерцаешь ли небесное? О чудо! О человеколюбие Божие! Сидящий горе с отцом в этот час объемлится руками всех и дает себя осязать и воспринимать всем желающим. Это и делают все отчами веры. Уже ли все это тебе кажется достойным презрения, или таким, над чем кто-нибудь мог бы выказать свое высокомерие? Хочешь ли видеть из другого чуда превосходства этой святыни? Представь пред отчами своими Илью и стоящий вокруг бесчисленное множество народа и лежащий на камнях жертву. Все другие соблюдают тишину и глубокое молчание. Один только пророк молится, и затем внезапно пламень не спадает с небес на жертву. Все это дивно и исполнено ужасом. Теперь, перейдя отсюда к совершаемому ныне, ты увидишь не только дивное, но и превосходящее всякий ужас. Предстоит священник, не заводя не огонь, но святого духа. Совершает продолжительные моления не о том, чтобы огонь не спал свыше и попалил предложенное, но что благодать, не сшедши на жертву, воспламенила через нее души всех и соделала их светлейшими, очищенного огнем серебра более светлым. Кто же, кроме человека, совершенно иступленного или безумного, может презирать такое страшнейшее таинство? Или ты не знаешь, что души человеческие никогда не могли бы перенести огня этой жертвы, но все совершенно погибли бы, если бы не было великой помощи божественной благодати? Кто размыслит, как важно то, что человек, еще облеченный плотью и кровью, может присутствовать близ блаженного и бессмертного естества, тот ясно увидит, какой честью удостоилась священников благодать духа. Ими совершаются эти священодействия и другие, не менее важные для совершенства и спасения нашего. Люди, живущие на земле, еще обращающиеся на ней, поставлены распоряжаться небесным, и получили власть, которой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам. Ибо не им сказано, что свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Земные властители имеют власть связывать, но только тело, а эти узы связывают самую душу и проникают в небеса. Что священники совершают на земле, то Бог довершает на небе. И мнение рабов утверждается владыкой. Не значит ли это, что Он дал им всю небесную власть? Кому отпустите грехи, говорит Господь, отпустится, на ком оставите, останутся. Какая власть может быть больше этой? И отец в суд отдал сыну. А я вижу, что сын весь этот суд вручил священникам. Они возведены на такую степень власти, как бы уже переселились на небеса, превзошли человеческую природу и освободились от наших страстей. Если бы царь предоставил кому-нибудь из своих подданных власть заключать в темнице и опять освобождать, кого он захочет, такой подданный у всех был бы славен и знаменит. А о том, кто получает от Бога власть настолько превосходнейшую этой, сколько неба превосходней земли и души, тел, некоторые думают, что он получает маловажную честь и будто бы, возможно, представить, что кто-нибудь из получивших этот дар будет не уважать его. Отвергнем такое безумие. Действительно безумно не уважать такую власть, без которой нам невозможно получить спасение и обетованных благ. Если никто не может войти в царство небесное, но если не родится от воды и духа, и не идущий плоти Господа, не пьющий крови, и улишается вечной жизни, Иоанна 6,53, а все это совершается никем иным, как только этими священными руками, то есть руками священника, то как без посредства их можно будет кому-нибудь избежать гиенского огня или получить уготованные венцы. Священники для нас суть те мужи, которым вручено рождение духовное и возрождение крещением. Через них мы облекаемся во Христа и погребаемся вместе с Сыном Божиим и соделаемся членами этой блаженной главы. Посему справедливо мы должны не только страшиться их боли и властителей царей, но и почитать боли отцов своих. Эти родили нас от крови и от похоти плотской, а те суть виновники нашего рождения от Бога, блаженного паки бытия, истинной свободы и благодатного усыновления. Священники иудейские имели власть очищать тело от проказа или лучше не очищать, а только свидетельствовать очищенных. И ты знаешь, как завидно было тогда достоинство священническое. А наши священники получили власть не свидетельствовать только очищение, но совершенно очищать не проказу телесную, но не чистоту душевную. Посему неуважающие их гораздо преступнее Идафана и его сообщников и достойны большего наказания, потому что эти домогались не принадлежащей им власти, однако имели высокое мнение о ней и доказали это тем самым, что домогались ее с великим усилием. А теперь, когда священство украсилось гораздо более и возвысилось до такой степени, не уважать его, значит отважиться на гораздо большую дерзость, ибо ни одно и то же домогаться не принадлежащей себе чести и презирать такие блага. Последние настолько тяжелее первого, насколько различны между собой презрения и уважения. Есть ли такая несчастная душа, которая презирала бы столь великие блага? Я не могу представить ни одного такого человека, разве кто пришел в демонское неистовство. Впрочем, возвращусь опять к тому, о чем шла речь. Бог дал священникам большую силу, нежели плотским родителям, не только для наказания, но и для благодеяний. Те и другие столько различаются между собой, сколько жизнь настоящая от будущей. Одни рождают для настоящей жизни, другие – для будущей. Те не могут избавить детей своих от телесной смерти и даже защитить от шторвшейся болезни. А эти часто спасали страждущие и готовые погибнуть душу, то употребляя кроткое наказание, то удерживая отпадение при самом начале, не только учением и внушением, но и помощью молитв, они не только возрождают нас крещением, но имеют власть разрешать и последующих грехов. Болен ли кто из вас, говорится в Писании, пусть предзовет пресвятеров церкви, помолятся над ним, помазав его и леем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Если грехи сотворил, отпустится ему. Кроме того, плоские родители не могут оказать никакой помощи детям, когда они оскорбят кого-нибудь из знатных и сильных людей. А священники часто примеряли верующих не с вельможами и не с царями, но с самим Богом, разгневанным ими. Кто после этого осмелится обвинять меня в гордости? Напротив, я думаю, что сказано мной возбудить в душах слушателей такое благоговение, что они будут обвинять в гордости и дерзости не убегающих, но тех, которые сами приходят и стараются приобрести себе это достоинство. Если начальники городов, когда они не очень благоразумны и деятельны, подвергая города разорению, губят и себя самих, то, обязавшись украшать невесту Христову, сколько, думаешь, ты должен иметь силы и собственной, и свыше неспосылаемой, чтобы не погрешить? Никто не любил Христа более Павла, никто более его не показал ревности, никто не был удостоен большей благодати. Но и при таких преимуществах он еще боится и трепещет как за свою власть, так и за подвластных ему. Боюсь же, чтобы как змей прерстил Еву хитростью, так и ваши умы не уклонились от простоты во Христе повредившись. Еще в страхе и трепете многом был я среди вас. Говорит человек, восхищенный до третьего неба, соделавшийся причастником тайн Божиих, претерпевший столько смертей, сколько по уверованию жил дней, и не желавший пользоваться данной ему от Христа властью, чтобы кто из верующих не соблазнился. Если он, исполнивший боли того, что повелено Богом, и искавший во всем не своей пользы, но пользы подвластных ему, всегда был исполнен такого страха, взирая на величие этой власти, то что будем чувствовать мы, часто ищущие своей пользы, не только не исполняющие боли того, что заповедано Христом, но большей частью приступающие его заповеди. Кто изнемогает, говорит он, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся, таков должен быть священник, или лучше не только таков. Это мало и незначительно в сравнении с тем, что я намереваюсь сказать. Что же это? Молился бы, говорит он, чтобы самому быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Кто может произнести такие слова, чья душа возвысилась за такого желания, тот справедливо может быть осуждаем, когда убегает священство. А кто так чужд этой добродетели, как я, тот заслуживает порицания не тогда, когда убегает, но когда принимает его. Если бы при избрании в достоинство военачальника, имеющий власть сдать это достоинство, представив, медника или кожевника, или кого-нибудь из подобных ремесленников, поручали ему войско, то я не похвалил бы того несчастного, который не убежал бы и не сделал всего, чтобы не вернуть себя в предстоящую гибель. Если бы достаточно было только называться пастырем и исполнять это дело, как случится, и от этого не было никакой опасности, то всякий желающий пусть обвиняет меня в тщеславии. Если же принимающему на себя такую заботу должно иметь великое благоразумие, еще прежде благоразумие и великую благодать Божию, правоту нравов, чистоту жизни, добродетель более, нежели человеческую, то не отказывай мне в прощении, что я не хотел погибать тщетно и напрасно. Если бы кто-нибудь, отправляя большое судно, наполненное грибцами и нагруженное дорогими товарами, вручил мне кормила и приказывал переплыть Игейское или Сиренское море, она известна бурностью и опасностями для мореплавателей, то я при первых словах его обратился бы в бегство. И если бы кто спросил, почему, я отвечал бы, чтобы мне не потопить корабля. Если же тогда, когда ущерб состоит в деньгах и опасность простирается до смерти телесной, никто не будет осуждать людей за предусмотрительность, то здесь, где потерпевшим кораблекрушение предстоит впасть не в это море, а в бездну огненную и ожидает их смерть, не душу от тела отделяющая, но душу с телом отправляющая на вечное мучение. Почему вы будете гневать и негодовать, что я легкомысленно не вверг себя в такое бедствие? Не делайте этого, прошу и умоляю. Я знаю свою душу немощную и слабую, знаю важность этого служения и великую трудность этого дела. Души священника буревают волны, большие тех, какие бывают от ветров, возмущающих море. 421 тонн 1 И во-первых, является тщеславие, как бы скала ужаснейшей, гораздо опаснейшей скалы сирен, которую вымыслили баснописцы. Многие могли проплыть немой этой скалы безвредно, но для меня это так трудно, что даже и теперь, когда никакая нужда не влечет меня к этой пропасти, я не могу избавиться от опасности. А если кто вручит мне эту власть, тот как бы свяжет мне назад обе руки и предаст меня чудовищам, живущим в этой скале, чтобы они каждый день терзали меня, какие же это чудовища? Гнев, уныние, зависть, вражда, клеветы, осуждения, обманы, лицемерие, козни, негодование на людей и невинных, удовольствие при неблагополучии служащих, печаль при их благосостоянии, желание похвал, пристрастие к почестям, оно более всего вредит душе человеческой, учение с угождением, неблагородное ласкательство, низкое человекоугодие, презрение бедных, услужливость богатых, предпочтение неразумное и вредное, милости опасное, как для приносящих, так и для принимающих их, страх рабский, приличный только презреннейшим невольникам, недостаток дерзновения, степенный вид смиренно-мудрее, но без истинного смирения, уклончивое обличение и наказание, или лучше сказать преднезначительными людьми, чрезмерные, а перед сильными безмолвные, столько еще больше чудовищ вмещает в себе эта скала, и те, которые однажды захвачены ими, необходимо доходить до такого рабства, что даже в угодность женщинам делает много такого, о чем и говорить непристойно. Закон божественный удалил женщин от этого служения, а они стараются вторгнуться в него, но так как сами по себе не имеют власти, то делает все через других, и такую присваивает себе силу, что и избирает и отвергает священников по своему произволу. Пословица «К верху дном сбывается здесь на деле». Начальниками управляют подначальные, пусть бы мужчины, но те, которым не позволено и учить, 1 Тим. 2.12, что говорю, учить, которым блаженный Павел запретил и говорить в церкви. Я слышал от одного человека, будто их допустили до такой дерзости, что они даже делают выговоры предстоятелям церквей, и обращаются с ними суровее, нежели господа со своими слугами. Пусть никто не думает, что обвинения мои относятся ко всем. Есть, много есть таких священников, которые избегали этих сетей, и их гораздо более, чем уловленных. И самое священство, я не виню в этих бедствиях. Не желаю дойти до такого безумия. Не меч обвиняется за убийство, не вино за пьянство, не силу за оскорбление, не мужество за безрассудную дерзость. Но все благоразумные люди обвиняют и наказывают употребляющих во зло дары Божии. Так само священство справедливо осудит нас, распоряжающихся им неправильно. Не оно причиной изложенных мной зол, а мы сами черним его, сколько можем, без разбора, вверяя его таким людям, которые, не узнав наперед собственных душ и не посмотрев на трудность этого дела, охотно принимают предлагаемое. А когда приступят к делу, тогда по неопытности сами пребывают во мраке и на веренный им народ навлекает множество зол. Это самое едва не случилось и со мною, если бы Бог скоро не избавил меня от этих опасностей, охраняя свою церковь и щадя мою душу. Отчего, скажи мне, по твоему мнению, происходят такие смятения в церквах? Я думаю, ни от чего иного, как от того, что избрание и назначение предстоятелей совершается без разбора и как случится. Глава должна быть крепкою, чтобы она могла располагать и приводить в надлежащее состояние вредное испарение, поднимающееся из прочих частей тела. А когда она сама по себе слаба и не может отклонять болезненных влияний, то и сама делается еще слабее и вместе с собой губит все тело. Что бы ни случилось того же и теперь, Бог оставил меня в положении ног церковного тела, в котором я и был с самого начала. Кроме сказанного, много есть Василия иного, другого, что нужно иметь священнику и чего я не имею. И прежде всего, у него душа должна быть совершенно чистой от стремления к этому делу. Если он будет иметь пристрастное расположение к нему, то по получении его загорится сильнейшим пламенем. И если будет взят насильно, то для утверждения его за собой потерпит множество бед, когда нужно будет льстить или допустить что-нибудь неблагородное и недостойное или тратить много денег. Что некоторые, домогаясь этой власти, даже наполняли церкви убийствами и производили возмущение в городах. Об этом я умалчиваю теперь, чтобы кто не подумал, что говорю невероятное. По моему мнению, должно с таким благоговением относиться к этому делу, чтобы убегать от тяжести этой власти, а по получению ее не ожидать суждения от других, когда случится совершить грех, заслуживающий низвержения, но ранее самому отрежься от этой власти. Таким образом, еще возможно будет получить помилование от Бога. Удерживать же себя в этом достоинстве, вопреки благопристойности, значит лишать себя всякого прощения и еще более воспламенять гнев Божий, прилагая к одному другое тягчайшее преступление. 423. Но никто не осмелится на это, потому что бедственно, поистине бедственно домогаться этой чести. Говорю это не противоречит блаженному Павлу, но совершенно согласно с его словами. Что же он говорит? Если кто епископство желает, доброго дела желает. И я назвал бедственным желание не самого дела, а первенства и власти. Это желание, по моему мнению, должно тщательно изгонять из души и даже не позволять ему в самом начале обладевать ею, чтобы можно было действовать во всем свободно. Кто не желает величать с этой властью, тот не боится и лишится ее. А не боясь этого, может делать все со свойственной христианам свободою. Напротив, опасающиеся и боящиеся низвержения претерпевает жалкое рабство, соединенное со многими бедствиями, и часто принужденно бывает оскорблять и людей, и Бога. Не таково должно быть настроение души. Но как на сражениях мы видим доблестных воинов, и сражающимися усердно, и падающими мужественно, так и вступающие в это служение должны и священствовать, и принимать низвержение с этой власти, так, как надлежит христианским мужам, знающим, что такое низвержение доставляет не меньше венец, как и самая власть. Кто подвергается ему, не сделав ничего непристойного и противного этому достоинству, тот уготовляет несправедливо, не изложившим его наказание, а себе большую награду. Блаженный, говорит Господь, когда поносят вас и будут изгонять, и скажут всякий злой глагол на вы, лжущий, меня ради, радуйтесь и веселитесь, ибо много награда ваша на небесах. Это бывает тогда, когда кто-нибудь низвергается со служащими или по зависти, или из угождения другим, или по вражде, или по какой-либо другой несправедливой причине. Когда же случится, кому потерпеть это от врагов, то, я думаю, не нужно и доказывать, какую пользу они доставляют ему своей злобою. И так нужно всюду вникать и тщательно наблюдать, не скрывается ли какая-нибудь тлеющая искра такого желания. Счастливы те, которые с самого начала были чисты от этой страсти, и могли избегнуть ее по достижению власти. Если же кто еще прежде достижения этой чести питает в себе этого страшного и лютого зверя, то нельзя и выразить, какую печь ввергает он себя по достижению власти. У меня так же, не подумай, что я из скромности хочу сказать тебе нечто ложное, есть это желание в сильной степени, но оно не менее всего другого и устрашило меня и обратило в бегство. Как страдающая плотской любовью, когда находится близ любимых, чувствует жесточайшее мучение страсти, а когда удаляется, как можно дальше от любимых, укращает ее неистовство, так и стремящаяся к этой власти, когда приближается к ней, терпит невыносимые мучения, а когда теряет надежду получить ее, то вместе с надеждой погашает и желание. Немаловажна одна эта причина. Если бы она была единственной, то сама по себе была бы достаточно для того, чтобы отклонить меня от этого достоинства, но теперь к ней присоединилась другая, не меньшая той. Какая же? Священник должен быть бодрствующим и осмотрительным и иметь множество глаз со всех сторон, как живущий не для себя одного, а для множества людей. А я небрежен и слаб, и едва могу пищить о собственном спасении, как ты и сам согласишься, хотя и стараешься из любви ко мне более всех скрывать мои слабости. Не говори мне здесь ни о посте, ни о ночном бодрствовании, ни о возлежании на земле, ни о других телесных изнурениях. Ты знаешь, как я еще не совершен и в этом. Если бы даже я со всей строгости исполнял это, и тогда при моей настоящей слабости это не могло бы принести мне никакой пользы в предстоятельстве. Это может быть весьма полезно человеку, заключившему в какой-нибудь теле, заключившемуся, и заботящемуся только о своих делах. А кто разделяется на такое множество народа и имеет особенные заботы о каждом из подчиненных у того, какую вероятную пользу это может принести для их приспияния, если он не будет иметь души крепкой и весьма мужественной. 424. Не удивляйся, если вместе с этой строгостью жизни я требую еще опытов душевного мужества. Пренебрегать яствами, напитками и мягким ложем для многих, как мы видим, не составляет труда, особенно для людей грубых и воспитанных так с малолетством. И для многих других, у которых сложение тела и привычка смягчает суровость таких подвигов. Не переносить оскорбления, клевету, извительное слово на смешки от низших, необдуманные и обдуманные, напрасные и тщетные укоризны от начальников и подчиненных могут немногие, а одни или два. И можно видеть, что люди крепкие в тех подвигах так возмущаются этими неприятностями, что свирепствует хуже диких зверей. Таких особенно нужно удалять от обители священства. Если предстоятель не изнуряет себя голодом и не ходит босыми ногами, это нисколько не вредит церковному обществу. А свирепый гнев причиняет великие несчастья как самому преданному этой страсти, так и ближним. Не соблюдающим первого Бог ничем не угрожает, а гневающимся напрасно угрожает гиенную и огнем гиенским. Как преданный тщеславий, получив власть над народом, доставляет больше пищи огню этой страсти, так и тот, поживя уединенно и обращаясь с немногими, не мог удерживать гнева, но легко воспоминялся, когда получит в управление целый народ, подобно зверю, выизвляемому отовсюду и всеми, и сам не может быть никогда спокоен, и вверенных ему подвергает бесчисленным бедствиям. Ничто так не помрачает чистоту души и ясность мыслей, как гнев необузданный и выражающийся с великой силой. Гнев губит и разумных, говорит премудрый. Притча 15.1 Помраченное им око души, как бы в ночном сражении, не может отличать друзей от неприятелей и честных от бесчестных, но относится ко всем одинаково и хотя бы предстояло потерпеть какой-нибудь вред, скоро решается на все, чтобы доставить удовольствие душе, ибо пылкость гнева заключает в себе некоторое удовольствие и даже сильнее всякого удовольствия, овладевает душой, не извращая все ее здравое состояние. Он производит гордость, несправедливые вражды, безрассудную ненависть, часто принуждает без разбора и без причины наносить оскорбления и заставляет говорить и делать много другого подобного, так как душа увлекается сильным напором страсти и не может собраться со своими силами, чтобы противостать ее стремлению. Василий сказал, но я не потерплю более, чтобы ты притворялся, кто не знает, как ты далек от этого недуга. Златоус, что же почтеннейший, сказал я, ты хочешь поставить меня близко стра, раздражить покоящегося зверя, или ты не знаешь, что я и сдерживал эту страсть не силой и воли, но любовью к спокойствию. А кто так настроен, тот может избежать этого пламени, оставаясь самим собой или имея общение не более, как с одним или двумя друзьями, но не повергаясь в бездну таких забот. В противном случае он не себя одного, но и других многих увлекает вместе с собой в бездну погибели и делает их более беспечными в соблюдении скромности. Подчиненный народ большей части привык смотреть на поведение своих начальников, как на некоторый образец, и подражать им. Как же может укротить надменность других тот, кто сам надмивается? Кто из народа пожелает быть кротким в виде начальника гневливым? Нельзя, нельзя священникам скрыть свои недостатки, и малое из них скоро делается известными. Ротоборец пока остается дома и ни с кем не вступает в борьбу, может скрываться, хотя бы он был слабейшим, но когда выступит на подвиги тотчас изобличается. Так и люди, ведущие частную и недеятельную жизнь, уединением прикрывают свои грехи. Но, быв выставлен на вид, бывает принужденно сбросить с себя одиночество, как бы одежду, и обнаружить для всех души своей посредством и внешних движений. Как добрые дела их приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетелей и располагают к уклонению от похвальных трудов. Посему душа священника должна со всех сторон блистать красотою, дабы она могла и радовать и просвещать души взирающих на него. Грехи людей незначительных, совершаемые как бы во мраке, губят одних только согрешающих. А грехи человека значительного и многим известного наносят всем общий вред, делая падших более нерадивыми о добрых подвигах, а внимательных к себе располагая гордости. Кроме того, проступки простолюдинов хотя бы и обнаружились, никому не наносят значительной беды. А проступки стоящих на высоте священнического достоинства во-первых у всех на виду, затем хотя бы они сделали малейшую погрешность, другим она представляется уже великою. Потому что все измеряют грех неважности самого действия, но достоинством погрешающего. Поэтому священник должен со всех сторон оградить себя как бы каким адамантовым оружием, тщательной бдительностью и постоянным бодрствованием на своей жизни, всюду наблюдая, чтобы кто-нибудь не нашел открытого и необерегаемого места и не нанес смертельного удара, ибо все окружающие готовы извлять и поражать его, не только враги и неприятели, но многие из тех, которые притворяются друзьями. И так, для священства должны быть избираемы такие души, какими по благодати Божией оказались некогда тела святых отроков в пищи вавилонской. Здесь не хворост смола и лен служат пищей, огню, но нечто гораздо опаснейшее, так как здесь и огонь невещественный, но все пожирающий пламень зависти окружает священников, поднимаясь со всех сторон, устремляясь на них и проникая в жизнь их упорнее, чем тогда огонь в тела отроков. Если он найдет, хотя малые следы соломы тотчас пристает к ней и сожегший эту гнилую часть и все прочие части, хотя бы они были светлее солнечных лучей, опаляет и очерняет дымом, пока жизнь священника хорошо устроена во всех отношениях, да то ли он остается неприступным для наветов, но если он не досмотрит чего-нибудь малого, как свойственно человеку и при том переплывающему многомятежное море настоящей жизни, то прочие добрые дела его нисколько не помогут ему заградить уста обвинителей, но этот малый проступок затемняет все прочее. Все начинают судить о нем, не как о существе, облеченном плотью и имеющем человеческую природу, но как об ангеле, не причастном никаким слабостям. Как тирана, пока он владычествует, все боятся и льстят ему, потому что не могут не изложить его, но когда заметят, что дела его начинают переменять, тогда оставив притворную лесть, недавние друзья вдруг делаются врагами и неприятелями, и узнав все его слабости, стараются лишить его власти. Так тоже самое бывает и с священником. Те, которые недавно, когда он был в силе, почитали его и угождали ему, воспользовавшись незначительным поводом, сильно вооружаются на него и стараются низвергнуть его, не как тирана только, но как еще худшего человека. Как тиран боится своих телохранителей, так и священник опасается своих близких и сослужащих более всех, потому что никто столько не домогается его власти, никто лучше всех других не знает дел его, как они. Находясь близне его, они прежде других узнают случившееся с ним и легко могут встретить доверие даже к клеветам своим и, представляя маловеликим, повредить оклеветанному. Тогда оправдывается в обратном смысле апостольское изречение. Если страждет один член, то страждет с ним и все члены. Если славится один член, то срадуются с ним все члены. Разве только тот, кто стяжал великое благочестие, может выдержать все это? На такую войну ты посылаешь меня? И думаешь, что душа моя способна к столь разнородной и разнообразной борьбе? Как и от кого ты узнал это? Если Бог открыл, покажи его определение и я повинуюсь. Если же не можешь этого сделать и произносишь приговор по людской молве, то перестань обманывать себя. Относительно нашего состояния должно верить более нам самим, нежели другим, потому что никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Если не прежде, то теперь настоящими словами я думаю, ты убедился, что я приняв эту власть, подверг бы осмеянии себя самого и избирателей и с великим вредом возвратился бы в то состояние жизни, в котором нахожусь теперь. Не зависть только, на что гораздо сильнее зависти, желание этой власти обыкновенно вооружает многих против того, кто имеет ее. Как коростолюбивые дети тяготятся старостью родителей, так некоторые из этих людей видят чьё-нибудь священство продлившимся долгое время и умерщвление такого священника считая делом беззаконным, спешат лишить его власти, желая все поступить на его место и каждый надеет, что эта власть достанется ему самому. 428 Том 1 Хочешь ли я покажу тебе и другой вид этой борьбы, исполненной тысячи опасностей? Иди и посмотри на народное празднество, где больше части и положено производить избрание на церковной должности и ты увидишь, что на священника сыплется так много порицаний, как велико число подчиненных. Все имеющие право предоставлять эту честь разделяются тогда на многие части и в собрании присвятеров не увидишь согласия их ни между самими собою, ни с епископом, но каждый стоит сам по себе избирая один одного, другой другого. Причина в том, что не все смотрят на то, на что единственное нужно бы смотреть на добродетель души. Но бывают и другие побуждения к предоставлению этой чести. Например, говорят, такой-то должен быть избран, потому что он происходит из знатного рода. Другой. Потому что владеет великим богатством и не будет иметь нужды содержаться на счет церковных доходов. Третий. Потому что добровольно перешел к нам от противников наших и старается предпочесть другим, один своего приятеля, другой родственника, а иной даже льстеца. Но никто не хочет смотреть на способного и сколько-нибудь узнать душевные качества. Я же так далек от того, чтобы упомянутые причины считать достаточными свидетельствами достоинства священников, что даже и того, кто отличался бы великим благочестием, немало полезным для этой власти, и его не осмелись тотчас избрать, если он не окажется имеющим вместе с благочестием и великое благоразумие. Я знаю многих, испроведших всю жизнь в своем затворничестве, изнурявших себя постом, которые пока пребывали в уединении и пеклись только о себе, были угодны Богу, и каждый день более и более преуспевали в этом любомудрие. А когда явились к народу и должны были исправлять невежество людей, тогда одни из них с самого начала оказались неспособными к такому делу, а другие хотя по нужде и продолжали служение, но оставив прежнюю строгость жизни, причинили величайший вред самим себе и не принесли никакой пользы другим. Даже если бы кто оставался всю жизнь свою на низшей степени служения и достиг глубокой старости, и того я не возвел бы на высшую степень по уважению к одному только возрасту его. Что будет, если он и в таком возрасте окажется неспособным? Говорю это теперь, не желая унизить седины или узаконить, чтобы принадлежащие клику монашествующих вовсе были устраняемы от этого предстоятельства, ибо случалось, что многие из числа их прославлялись на этой должности, но стараясь доказать, что если не благочестие само по себе, не глубокая старость, не могут делать владеющего ими достойным священства, то тем менее сделали бы это вышесказанные причины. Некоторые представляют еще другие безрассуднейшие побуждения, так одни избираются в состав клира из опасения, чтобы не предались на сторону противников, другие за свою злобу, чтобы они были обойдены, не сделали много зол. Что может быть беззаконнее этого, когда люди негодные и исполненные множества пороков получают честь за то, за что надлежало бы наказывать их, и за что не следовало позволять им переступать порога церковного, за то самое они возводятся в священническое достоинство. Еще ли мы будем искать, скажи мне, причины гнева Божия, позволяя людям порочным и ничего не заслуживающим губить дела, столь святые и страшные? Когда управление делами вверяется или тем, кому они вовсе не свойственны, или тем, силы которых много превышаются ими, тогда церковь становится нисколько неотличной от Евриппа. Еврипский пролив, отделяющий остров Евею от Виотия и Аттики, в котором вода, по сказаниям греков, пребывает и бывает семь раз в день и семь раз ночью. Прежде я смеялся над мирскими начальниками за то, что при раздаянии почестей они обращают внимание не на добродетель душевную, а на богатство, преклонность лет и покровительство людей. Но уже не стал считать это так странным, когда услышал, что такое неразумие приникло и в наши дела. Удивительно что так погрешают люди мирские, ищущие славу от народа и делающие все дела для денег, когда и выдающие себя за отрекшихся от всего поступают нисколько не лучше тех и, припираясь о небесном, как бы совещаясь о десятинах земли или о чем-нибудь другом подобном, берут ничтожных людей и поставляют их над теми делами, для которых единородный Сын Божий не отрекся уничижить славу свою. Соделаться человеком, принять образ раба, претерпеть заплевания и заушения и умереть по плоти поносной смертью. И на этом одном они не останавливаются, а прибавляют и другое более безрассудное. Не только избирают недостойных, но и отвергают способных. Как будто нужно с обеих сторон разрушать крепость церкви, или как будто бы недостаточно одной причины их воспламенения гнева Божия. Они прибавляют другую, не менее тяжелую. По моему мнению, равноприступно отдалять людей полезных и допускать бесполезных. И это делается для того, чтобы стадо Христово ни в чем не могло находить утешение и отрады. Не достойно ли это тысячи молнии и гиены ужаснейшей, нежели та, какая угрожает нам? Однако переносит и терпит такие злые дела, не хотящие смерти грешника, но чтобы обратились и живы были. Кто не удивится человеколюбию его? Кто не изумится милосердию его? Христиане губят принадлежащие Христу более врагов и неприятелей, а он благий еще милосердствует и призывает к покаянию. Слава тебе, Господи, слава тебе! Какая бездна человеколюбия у тебя, какое богатство долготерпения! Те, которые именем твоим из простых и незнатных сделали почтенными и знатными, обращают эту честь против почтившего их и дерзают на недоступное дерзновенно, оскорбляют святыню, устраняя и отвергая доблестных для того, чтобы при великом оскудении и с крайней свободой порочной не извращались все по своему произволу. Если желаешь узнать причины этого зла, то найдешь, что они одинаковы прежними. Потому что корень и, так сказать, матерь их одна зависть, но они имеют не один вид, а различаются между собою. Говорят, этот должен быть отвергнут потому, что молод. Другой потому, что не умеет льстить. Третий потому, что поссорился с таким-то. Четвертый, чтобы такой-то не оскорбился, увидев, что предложенный им отвергнут, а избран этот. Пятый, потому, что добр и скромен. Шестой, потому, что слишком страшен для согрешающих. Седьмой, по другой подобной причине. Вообще не затрудняется приводить столько предлогов, сколько захотят. Если же не найдут ничего другого, то поставляют набиты богатства, не то, что не должно возводить эту честь вдруг, а постепенно и мало помалу, и другие причины могут найти, какие захотят. теперь я желал бы спросить, что должно делать епископу в борьбе с такими ветрами. Как ему устоять против таких волн? Как ему отразить все эти нападения? Если он будет руководствоваться в делах здравым рассудком, то ему и избранным все становятся врагами и неприятелями, делает все вопреки ему, каждый день производит раздоры и преследует избранных бесчисленными насмешками, пока и бывает подобно тому, как если бы внутри плывущего корабля кормчий имел своими спутниками морских разбойников, которые ему и грибцам и плавателям постоянно и же частно причиняли бы козни. Если же епископ предпочтет угождение этим людям собственному спасению, приняв тех, кого не следовало, то вместо них будет иметь врагом своим Бога, что может быть ужаснее этого? И положение его в отношении к ним будет труднее, чем прежде, так как все они содействуют друг другу через то самое боли усиливаются. Как от сильных ветров, встретившихся с противных сторон, да то ли спокойное море вдруг начинает свирепствовать, воздымает волны и губит плавателей, так и церковная тишина по принятии вредных людей возмущается и претерпевает много кораблекрушений. Представь же, каким должен быть тот, кому предстоит выдерживать такую бурю и отвращать такие препятствия общему благу 431. Он должен быть важным и негордым, суровым и благосклонным, властным и общительным, беспристрастным и услужливым, смиренным и нераболепным, строгим и кротким, чтобы он мог удобно противостоять всем препятствиям. Он должен с полной властью принимать человека способного хотя бы все тому противились и не способного с такой же властью отвергать хотя бы все действовали в его пользу, имея в виду только одно благосостояние церкви и ничего не делать по вражде или из угождения кому-нибудь. и так ясно ясно ли для тебя что я не напрасно отказался от этого служения впрочем я не все еще изъяснил тебе есть и другое о чем могу сказать а ты не потекотись выслушать искреннего друга желающего оправдаться перед того и в том за что укоряешь его это не только будет полезно тебе для защиты меня перед другими но может быть принесет немалую пользу для самого распоряжения этим делом необходимо чтобы намеревающийся вступить на этот путь жизни наперед хорошо разведал все относящееся к этому служению и потом приступал к нему почему если не почему другому то по крайней мере потому что хорошо зная все он не будет приходить в смущение от новости предметов когда они представятся желающий чтобы я начал речь с презрением вдовиц или с попечения о девственницах или с трудностей судебного дела каждый из этих дел сопряженно с различными заботами еще больше забот со страхом во первых начнем с того которое кажется легче других презрение вдовиц по-видимому представляется пекущимся о них заботу ограничивающуюся денежными издержками но бывает не так требуется тщательное исследование тогда когда нужно принимать их так и включение в список просто без разбора причиняло множество бед они расстраивали домы расторгали браки и часто были уличаемы в краже нетрезвости и других подобных поступках содержание таких вдовиц насчет церкви навлекает и наказание от бога и крайнее осуждение от людей и самих благодетелей делает менее расположенными к благотворительности кто решится когда-нибудь на то чтобы имущество которое ему заповедано жертвы для Христа тратить на тех которые поносят имя Христово поэтому нужно делать тщательные и строго исследования чтобы не только такие вдовицы но и те которые в состоянии сами себя пропитывать не истребляли трапезы беднейших за этим разбором следует другая немалая забота о том чтобы жизненные припасы для них притекали обильно как бы из источников и никогда не оскудевали непроизвольная бедность дурна тем что бывает ненасытно взыскательно и неблагодарно требуется много благоразумия и много старания чтобы заграждать им уста пользующиеся всяким предлогом к осуждению народ как скоро увидит кого-нибудь непристрастного к богатству тотчас объявляет его способным к распоряжению этим делом но я думаю что для него недостаточно одного этого великодушия но хотя оно прежде всего необходимо так как без этого он будет более губителем нежели покровителем и волком а не пастырем но вместе с тем нужно ему иметь и другое качество это терпение причина всех благ для людей оно приводит и вселяет душу душу как бы в какую тихую пристань вдовицы и по своей бедности и по возрасту и по свойству своего пола позволяет себе некоторую неумеренную дерзость так сказать они кричат безвременно обвиняют напрасно жалуются на то за что надлежало бы благодарить и порицают за то за что надлежало бы хвалить все это предстоятельно надо переносить мужественно и не раздражаться ни безвременными требованиями ни безрассудными укоризнами этот пол должно щадить в несчастье а не оскорблять так как быть безжалостным к их несчастьям и прибавлять к скорби от бедности еще скорбь от обиды было бы крайне жестоко посему один премудрый муж видя своей корысти и надменность человеческой природы и зная свойства бедности которая способна унизить и доблестнейшую душу и часто располагать к бесстыдному повторению одних и тех же просьб в наставлении чтобы кто на просьбу бедных не гневался и от раздражения на непрестанную их настойчивость не сделался вместо помощника гонителем увещевает его быть снисходительным и доступным для нуждающегося преклони говорит он ухо свое к нищему без огорчения и отвечая ему мирно в кротости серах 4-8 оставив человека раздражительного ибо что можно сказать больному он обращается к тому кто может перенести слабость бедного и увещевает прежде подаяния ободрять его кротким взором и ласковым словом если кто хотя и не берет себе достояние вдовица но осыпает их множеством у коризм и оскорбляет их и раздражается против них тот не только не облегчает их уныние от бедности подаянием а еще увеличивает ее тяжесть своими порицаниями хотя по требованию чрева она и бывает они и принуждены забывать стыд однако они сетуют на это принуждение таким образом когда нужда от голода заставляет их просить и в просьбах пренебрегать стыд а за бесстыдство они опять подвергаются огорчениям то на душу их нападает разнообразная и производящая густой мрак сила уныния пекущийся о них должен быть столь великодушным чтобы не только не увеличивать их уныние у коризмами но по возможности облегчать их состояние утешением как тот кто потерпел обиду при большом изобилии не чувствует пользы от богатства по причине нанесения обиды так и тот кто слышал ласковое слово и принял поданное с утешением более веселится и радуется и самый дар бывает вдвое большим от такого способа даяния говорю это не от себя но со слов того кто ей выше предложил увещание чадо говорит он во благих не дашь порока и во всяком даянии печали словес не остужает ли зная роса так и слово не лучше ли даяния но у доброго мужа есть то и другое серах 18-15 попечитель должен быть не только кротким и незлобивым но не менее того и бережливым противном случая имущество бедных подвергается одинаковому ущербу так некто приняв на себя это служение и собрав много золота хотя и не сдержал его на себя но не раздавал и бедным кроме малой части а большую часть зарыв в землю хранил до тех пор как наставшее тяжелое время придал это имущество в руки врагов посему нужна великая предусмотрительность чтобы не умножать до чрезмерности не доводить до оскудения церковное имущество но все собранное немедленно раздавать бедным из добровольных же приношений народа собирать церковные сокровища также для принятия странных и врачевания больных сколько думаешь требуется денежных издержек сколько стараний и благоразумия попечителей здесь нужны расходы нисколько не меньше упомянутых а часто и большие и попечитель должен собирать средства скротости и благоразумия чтобы располагать богатых делать свои пожертвования с охотой и без сожаления дабы заботиться о презрении немощных не огорчить душ жертвователей усердия же и ревности здесь нужно оказывать гораздо больше потому что больные по свойству своему раздражительны и беспечны если не прилагать во всем великой попечительности и заботливости то довольно и малого какого-нибудь опущения чтобы причинить великое зло больному 434 при попечении же о девственнице бывает тем более страха чем это сокровище драгоценнее и чем этот сон выше других потому что и в лиг этих святых вторглись многие исполненные множество зол и произвели здесь большое горе как не все равно свободно или дева согрешит или ее служанка так нельзя в этом отношении сравнивать девственнице с вдовице для вдовиц празднословить ссориться между собой льстить забывать стыд всюду являться и ходить по площади считается безразличным а девственница обрекла себя на высший подвиг и посвятила себя высшему любомудрию обещает вести на земле жизнь ангельскую и стремится с этой плотью уподобиться бесплотным силам ей не следует излишне и часто отлучаться из дому и не позволяется вести пустые бесполезные разговоры а злословие и ласкательство она не должна знать и по названию посему она имеет нужду в строжайшем охранении и большей помощи враг святости непрестанно и наиболее восстает на девственниц и осаждает своими кознями готовы поглотить ту которая ослабеет и падет также действует против нее и многие злонамеренные люди и вместе со всеми именистовства природы человеческой вообще она должна выдерживать двоякую борьбу с неприятелями от вне нападающими и врагом внутри ее воюющим поэтому попечить или ее предстоит много страха а еще больше опасности и скорби если случится что-нибудь нежелательное чего-то не будет если черь отцу есть тайная охрана и попечение они отгоняют сон серахов 42.9 если отец так боится чтобы дочь его не осталась бесплодной или не вышла из цветущего возраста или не была ненавидима мужем то что перенесет пекущийся не об этом но о другом гораздо более важном здесь отвращается не муж но сам Христос не плодство подвергается не поношением только но оканчивается погибелью души всякое дерево говорит Господь которое не приносит доброго плода срубается и в огонь бросается и ненавидимой женихом недостаточно взять разводное письмо отойти но загнев его она наказывается вечным мучением плодской отец имеет много удобств для хранения своей дочери и мать и воспитательница и множество служанок и безопасность жилища способствует родителю к сбережению девицы он не позволяет ей часто выходить на площадь города и она когда выходит не имеет нужды показываться коммунити встречающихся и вечерний мрак не менее стен дома скрывает нежелающие показываться кроме того никакие причины не заставляет ей являться когда-нибудь перед взорами мужчин ни забота о домашних потребностях ни притеснения обижающих и ничто другое подобное не поставляет ее в необходимость такой встречи так как о всем этом печется ее отец сама же она имеет только одну заботу о том чтобы не делать и не говорить ничего непристойного свойственной ей скромности а здесь а здесь отечески пекущемуся многое делает трудным и даже невозможен надзор за девственницей он не может иметь ее в своем доме потому что непристойно и небезопасно такое сожительство хотя бы от этого не происходило для них никакого вреда и хотя бы они постоянно соблюдали святость неприкосновенную но они дадут ответ за души которых подвергли соблазну не меньше как если бы они согрешили между собою так как сожительство невозможно то нет способа наблюдать за движениями души и беспорядочно обуздывать а правильное и встроенное поощрять и улучшать также неудобно наблюдать за выходами ее из дому бедность и одиночество ее не позволяет попечителю строго следить за свойственную ей благопристойностью так как она принуждена во всем служить сама себе то если захочет жить своевольно может найти много предлогов котлучкам кто стал бы заставлять ее всегда оставаться дома тому нужно было бы устранить эти предлоги доставить ей довольство в необходимом и для услуг приставить к ней служанку следовало бы удерживать ее и от похорон и панифит умеет подлинно умеет тот хитрый змей через добрые дела посевать яд свой верстенец должна быть ограждена отовсюду и выходить из дома немного раз в продолжении целого года когда принуждает неотложные и необходимые причины если же кто скажет что нет надобности поручать эти дела епископу тот пусть знает что забота и причина случающегося с каждой из них имеет отношение к нему а для него гораздо полезнее заведовать всем самому и избавиться от обвинений которым он необходимо подвергается за погрешности других нежели отказаться от этого служения и страшиться ответственности за дела других притом делающий это сам собой исполняет все с великим удобством а принужденный делать это с участием мнений других не столько имеет отдых от следствия освобождения от собственной деятельности сколько хлопот и неприятностей от людей недовольных и противящихся его осуждениям но я не в состоянии исчислить всех забот о девственницах даже когда нужно внести их в список и тогда немалое затруднение не причиняет тому на кого возложена эта обязанность судебная часть служения епископа также сопряжена со множеством неприятностей большими хлопотами и такими трудностями каких не переносят и мирские судьи нелегко найти правду трудно и найденную сохранить неизвращенную здесь не только хлопоты и трудности но бывает и опасность немалая некоторые из более слабых подвергшись суду и не нашедшись защиты отпали от веры многие из обиженных ненавидя обидчиков ненавидят столько же и тех которые не оказывают им помощи не хотят принимать во внимание ни сложности дел ни трудности обстоятельств ни ограниченности священнической власти ничего другого подобного но являются неумолимыми судьями принимая в оправдание только одно освобождение от угнетающих их бед а кто не может этого сделать тот хотя бы представлял тысячи оправданий никогда не избежит их осуждения упомянув о защите я открою тебе и другой повод мукоризм если епископ не будет ежедневно посещать домов более городских смотрителей то отсюда происходит невыразимое неудовольствие ибо не только больные но и здоровые желают посещения его не по побуждению благочестия но многие скорее домогаясь себе чести и уважения если же случится что какая-нибудь нужда заставить его для общего блага церкви чаще видеться с кем-нибудь из богатейших и сильнейших людей этим он тотчас навлекает на себя упрек в угодливости и лести на что я говорю о защите и посещениях за один разговор свой он подвергается такому множеству нареканий что часто обременен на их тяжестью падает от уныния его судят из-за его взгляд самые простые действия много строго многие разбирают примечая и тон голоса и положение лица и меру смеха с таким-то говорят он громко смеялся обращался с веселым лицом и разговаривал возвышенным голосом а со мной мало и небрежно если многолюдном собрании он обращает глаза во время разговора не во все стороны то также считает это обидой для себя кто же не имея великого мужества может так действовать чтобы или совершенно не подвергаться суждениям столь многих обвинителей или подвергшись оправдаться нужно или вовсе не иметь обвинителей или если это невозможно опровергать их обвинение если же это неудобно есть люди находящие удовольствие в том чтобы обвинять без причины напрасно то нужно мужественно переносить неприятность этих укоризм справедливо обвиняемый легко может перенести обвинение потому что нет обвинителя жесточей совести и оттого испытав наперед упреки этого жесточайшего обвинителя мы легко переносим внешние обвинения как более кроткие но если не сознающий за собой ничего худого обвиняется напрасно то он скоро воспламеняется гневом и легко впадает в уныние если прежде не научился переносить невежество народа нет невозможно чтобы окриветанный напрасно и осуждаемый не возмущался и не чувствовал никакой скорби от такой несправедливости а что сказать о тех скорбях которые пастыри чувствуют тогда когда должно отлучить кого-нибудь от церковного общества и ой если бы это бедствие ограничилось только скорбью но здесь предстоит и немалая беда опасно чтобы наказанный сверхмеры не потерпел того что сказано блаженным Павлом чтобы не был он поглощен чрезмерной скорбью посему и здесь требуется величайшая внимательность чтобы то самое что делается для пользы не причинило ему большего вреда ибо за каждый из всех грехов которые он совершит после такого врачевания вместе с ним подлежит наказание и врач нехорошо лечивший рану каких же наказаний должен ожидать тот который отдаст отчет не только за грехи совершенные им самим но подвергнется крайней опасности за грехи других если мы помышляя об отчете за собственные прегрешения трепещем не надеясь издержать вечного огня то какое мучительное ожидание должно быть у того кто будет отвечать за столь многих а что это справедливо выслушай блаженного Павла или лучше говорящего в нем Христа повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь ибо они бдят о душах ваших как обязаны дать отчет разве мал ужас такой угрозы нельзя сказать этого впрочем всего этого достаточно для убеждения самых недоверчивых